О терактах, которые могли бы произойти на территории Украины и которые, как сообщил представитель СБУ, удалось предотвратить. Прокомментировали в службе безопасности и вчерашнее заявление белорусского президента Александра Лукашенко о тренировочных лагерях боевиков в Украине для атак на территории Беларуси. В СБУ требуют подтверждений и объяснений. Подробнее обо всем Ярослав Кречко. Боевики и военные лагеря на территории Украины. Слова президента Беларуси взбудоражили местные СМИ. Александр Лукашенко заявил о задержании нескольких десятков боевиков, которые готовили провокации и якобы прошли подготовку в Украине. СБУ сегодня попросила предоставить объяснение. А вот оппозиционные белорусские издания пишут, что в стране за якобы учебки боевиков выдают легальные патриотические лагеря. И сегодня задержали как минимум 11 человек. В украинском МИДе высказывания белорусского руководства назвали провокационными и такими, которые вредят добрососедским отношениям. О задержании одной из таких групп наемников сегодня отчиталась украинская спецслужба. 9 человек арестовали в Одессе. Это действующие и бывшие украинские военные. Их руководителем была женщина, которая прошла подготовку в Крыму в разведцентре ГРУ Генштаба России. По данным СБУ, группа готовила диверсии и теракты на юге Украины, а также собирала различную информацию. В чем были поставлены задачи? Насамперед, закопирование тайных документов, визуальное рассмотрение за движением военных колонн, військ, фотографирование военных объектов как в Одессе, так и на всем певдере Украины. Нам удалось забегать передачу российской спецслужбе секретной информации, которую собирала эта группа. Сейчас в отношении задержанных проводятся следственные действия. В четырем суд уже избрал меру пресечения в виде содержания под стражей. Им инкриминируют государственную измену и незаконное обращение с оружием. Ярослав Кречко, Олег Решетняк, Максим Чеблин. Подробности телеканал Интер.